Да можно мне немножко уединиться-то? Я так и знал, что тут что-то будет. Да, Бенди, всё-всё-всё-всё. Какий, какий на здоровье. Глава первая. Движущиеся картинки. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. И так, Джоу, я здесь. Посмотрим, получится ли найти то, что ты хотел мне показать. И мы перепроходим Бенди и Инк Машин, потому что мне же выдали вот эту вот срань, правильно? О, смотрите, вот сразу же, вот прям сразу же мы что-то видим. Мне же выдали в конце игры вот эту срань и сказали, можно перепройти с ней всю игру. Сейчас мы будем исследовать предыдущие четыре главы. Ну и в пятой, кстати, кое-что тоже посмотрим, мне интересно, да? Предыдущие четыре главы точно и в пятой, скорее всего, тоже засниму. Бенди и Инк Машин на предмет наличия секретов, пасхалок и прочего, и прочего. Дело в том, что для того, чтобы добраться до пятой главы, я вчера перепроходил всю игру, а теперь я это сделаю тоже, но я буду это делать более тщательно, с толком, с чувством, с расстановкой. Я пробежал. Тогда я пробежал, лишь бы быстрее до пятой добраться, заснять и вам показать. А вот теперь будем смотреть, может, тут какие-то секретики есть. Ну, какие-то точно есть, потому что вот, пожалуйста, первый секретик мы видим фактически сразу же. Тут что-то написано. Итак, не включай машину, да? То есть, смотрите, тут сразу как бы была подсказка для дебилов, да? То есть, сразу можно было понять. Не включайте сраную машину. И типа, да, и вали отсюда. Чувак, вот просто вали отсюда. Вот смотри, вот видишь, вот теперь у тебя оправдания нет. Тебе явно вот сказали, у тебя уже есть эта финтифлюшка. Но, 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 но закрыто при этом, да, закрыто. Надо ключи искать. Не машину пытаться включить, а ключи искать, понимаешь? Joey Drew... Ничто. Joey Drew Studios. Понятно. Еще одна подсказка главная, Гир Генри. Тебе подсказывают, уже не переподсказывают просто. Уже только так, но подсказывали прям сверху донизу, что надо валить. Надо валить, нечего тут делать, блин. Уже с первой главы, с первой секунды даже тебе говорят. Вы гляньте, сколько всего, а сразу прям. Ну, давайте смотреть. Смерть в каждом направлении. Его тоже ж не врут. Вот понимаешь, вот этот, вот этот невидимый товарищ, который тебе понаписал. Кстати, кто это? Не все мечты сбываются. Гляньте. Слушай, он решил поизвить над каждой надписью, которая только существует вообще здесь, да? То есть, везде где-нибудь в что-нибудь да понаписать. Помимо надписей, мы также с вами будем внимательно пытаться проходить во все двери, потому что черт его знает. Я не в курсе, может быть, Митли как-то обновил эту игру. Может, Митли как-то обновил еще эту игру. То есть, вот эти предыдущие главы с выходом пятой. Я понятия нею, потому что, опять-таки, толком не смотрел. Очень бегло перепроходил. Очень бегло. Настолько, насколько это возможно. Но я увидел одно обновление. Я о нем потом скажу. Это в третьей главе. Кажется, это обновление. Вот когда скажу, вы мне напишите, обновление или нет. There never was a choice. Здесь никогда и не было выбора. Этому лифту не помешали бы несколько... Батареек, батареек, да. Выбора не было. Я согласен, на самом деле. Выбора вообще никакого нет. Что-нибудь там написано где-то, нет? Давайте внимательно осмотрим. Так, 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 так. Цепь обычная. Ну-ка, вниз, вниз туда вот. А если запрыгнуть как-то? Не? Не, запрыгивать он у меня. Запрыгивать он у меня не умеет. И здесь тоже ничего, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Внимательно. Я не хочу торопиться. Я... Вот! А, нет, уже было, да. Я не хочу просрать по глупости, знаете, какой-то прикол, поэтому... Сейчас на машине посмотрим. На машинке кто-то по-любому написал слово на букву Х. Вот, я уверен, на чернильной машинке. Вот это прямо одно... Это Бенди Хулиганье, это погано, да? Вот, сейчас вот Х, Игрик и краткое, нет? Надо же! Нет! Представьте себе, чернильная машина в полном порядке. Ох, музыка зловещая. Вот, как мне нравится саундтрек к этой игре. И вот я вот прям до сих пор вспоминаю, знаете, вот этот ловещий. Это даже музыкой сложно назвать, но вот эти звуки, когда... Когда ты едешь в туннеле, и сзади рука вот эта... Пум! Пум! Я прям... Я сегодня пытался найти отдельные эти саунды, но не получилось. О, так, 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 так. Продолжим. Продолжим. Слышь ты, мордастенький, чё понаписал тут, а? Ну, колись. Ну, это, наверное, не он. Кто-то другой пишет. Кто-то... Кто-то пишет подсказки. Это точно не Бенди. Это... Это кто-то... Кто-то ещё. Ну, кто же это может быть? Так, так, так. Давайте-ка вот сюда вот. Не, здесь тоже ничего. Здесь только банки. Банки, банки. Ну, да, пожрать супа. Это ж прийти... Прийти в студию. Тебя пригласил Джо и Дрю. Говорит, я тебе хочу, хочешь, показать. Приходи. Пришёл, сожрал весь суп. Молодец. Молодец. Очень, что называется, такой человек прям... Дейнджер кипал. Вот туда никак пробраться нельзя. Очень человек такой деликатный, да. Деликатный наш гендрик человек. На потолок давайте смотреть. Потолок осматриваем. Всё осматриваем. Блин, вот будет обидно. Вы мне, кстати, пишите реально в комментариях, если вы знаете о каких-то секретах, которые я, может быть, проморгал в этой части. Или о каких-то, может быть, надписях, которые я вдруг тоже проморгаю. Если проморгаю, то пишите. Да. Вообще, пишите, пишите всё, что знаете про первую главу. Так, мы... Ой, про вторую тоже можно. Хотя я, в принципе, сейчас подряд буду серии снимать. О! Слушайте, слушает и всегда смотрит. Слушает и всегда смотрит. Понятно. Это Бенни. Но я бы не сказал, что он всегда смотрит и слушает. Потому что, если бы он слушал и всегда смотрел, меня давно бы уже убил, нахрен. Что он бы посмотрел, что я вот здесь и пришёл бы сюда. Он вот здесь. Но его тут нет. Но его тут совершенно нет. Так. Не все мечты сбываются. Это мы уже читали. Я возвращаюсь. Правильно? Я возвращаюсь. Так. Чернильную машину я включил. Теперь мне по плану что надо? Стоп. Теперь мне по плану надо сходить. Не пугайся. Это подсказка, потому что я знаю почему. Сейчас же будет падение доски, да? Не пугайся. Это ж не страшно. Это совершенно пустячок. Так. А здесь что? Что тут пишем? Она бессердечна. Ну, это про Алису, да. Это про Алису. Боже мой, Джоуи, ты что тут делал? Да не Джоуи, да не Джоуи. Так. Вот это давайте тоже откроем. Здесь тоже наверняка что-то может быть. Ну, как бы не наверняка. Здесь тоже что-то может быть, но не наверняка. Во, вот так. Я бы перефразировал. И, кстати говоря, знаете, есть ещё же ведь Бенди возле Параши в самом начале. Я туда ещё не сходил. Но ничего, сейчас успеем, потому что нам всё равно нужно будет с вами искать предметы. Сейчас будем искать предметы и сгоняем так. Ладно, как заставить это работать? Чувак, я уже знаю, как заставить это работать. Я заставлял это работать сраной уже 10 раз, наверное. Так. Низкое давление. Ну, вот, кстати говоря, между прочим, да. Теперь я могу показать то, о чём говорил. Видите, русский шрифт вмонтирован. То есть, везде есть русский язык практически. То, о чём я говорил в пятой главе в прошлой серии, что... Так, слышь, а ну-ка. А на жопе ничего не написано? На жопе ничего не написано на твоей, а? Слышь ты. Не, всё нормально. Так, чё я им говорил? Да, теперь я как бы могу это продемонстрировать. В пятой главе этого практически не было. Русский язык был только в целях, которые появляются в левом нижнем углу экрана. И, соответственно, в главном меню. Ну и в субтитрах, да. Субтитры это такое дело. Кстати говоря, можно будет ещё, знаете, для чего перепройти эту игру. О, сразу берём пластинку, смотрите. Ещё перепройти эту игру можно будет для того, чтобы вы послушали субтитрами. Вот некоторые диалоги, которые я очень херово переводил раньше. До того, как субтитров не было. В частности, в третьей главе Ангел Алиса очень много всего трендит. И я когда прочитал, что она трендит с субтитрами, я понял, что я половину не понял раньше. Так, поэтому тоже вот, тоже будет полезно. Тоже будет полезно взглянуть. Так, мы теперь, мы теперь, мы теперь. Вот туда вот я хотел. Вот сюда вот я хотел направиться. Здесь у нас он был рождён здесь. А вот и мой старый стол. Сколько времени я потратил за этим стулом. Да. Вот это ты, вот это ты родил. Вот это ты, мать героиня Генри. Родил так родил, блин. Кажется, снесли несколько стен после того, как я ушёл. Походу им понадобилось несколько человек, чтобы меня сменить. Да, ты представляешь себе, вот эти все рабы тут сидели, короче, эти, эти мультипликационные негры. Ну, есть такая фраза, литературные негры, если кто-то. Ну-ка, вот здесь вот что-то. Да, можно мне немножко уединиться-то? Я так и знал, что тут что-то будет. Да, да. Да, Бенди, всё, 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 всё. Какий, какий на здоровье. Какий своим чернильным говничком. Так. Вот, кстати, сразу, видите. Я, я и забыл что-то. Всё, хожу и следую, а предметы, собственно, не беру. Совсем забыл. Это открывается? Нет. Не, ну это прикол хороший. Нет, вот это прикол мне прям дико зашёл. Так, смотрите, значит, два, два предмета мы уже взяли, правильно, два из шести. Давайте ещё искать оставшиеся четыре. Как минимум, по-любому, что-то будет здесь. Так, здесь у нас, уже, уже смотрел, уже смотрел. Попытаюсь вот эту дверь открыть на всякий пожарный. Нет. Нет, не получилось, не получилось. Так, ну вот помимо надписей, я как таковых, как таковых изменений не вижу. Если вы видите, то пишите в комментариях. Может быть, я чего-то забыл, чего-то я слепой. Я же, когда вот ещё до этого обновления, я довольно давно проходил, и подробностей не помню. Так, а мы, а мы, а мы. Да и вообще, должно ли было тут что-то обновляться, по-моему, пятой главы или нет? Кто знает? Может быть и нет. Может быть и нет. Но я точно помню, что на выходе, по-моему, четвёртой или третьей главы обновились несколько глав, там, некоторые моменты добавились. Третья глава, правда, очень слабо обновилась. А, причём она обновилась так, что, я помню, она так обновилась, что там была непроходимая битва, когда четвёртая глава вышла. Так, я не вижу нигде предмет. Я предмет, ребята, не наблюдаю, ну, совершенно. Давайте мы, знаете, куда сходим? Давайте мы сходим в этот, в кинопроекторный зал. Я, между прочим, ещё там не был, как мне кажется. Значит, надо бы самое время, наверное. А, ещё, кстати, надо сходить к чернильной машине, потому что могут быть, в принципе, и тут предметы, да? Вот, а, вот, пожалуйста, видите, шестерня. Вот, я не зря пришёл. Здесь что-то есть? А, ну, слышь, Бенди, ты никакой надписи там не прячешь, нет? Нет, вот, ещё раз, я на всякий случай, у меня... А, нет, так должно быть. У меня паранойя, мне всё время кажется, что я что-то просрал по невнимательности. Вот, вот, знаете, вот на дальней стене где-то. Вот там, кстати, хорошо было бы спрятать какую-то надпись. Потому что хрен найдёшь. Это реально было бы интересно найти. Но нет, нет, ладно, хорошо. Хорошо, идём дальше. У нас осталось ещё три предмета. Мне нужен вот этот кинопроекторный зал, о котором я говорил. Кстати говоря, я ещё даже не наткнулся на... Знаете, на что? Вот Уолли Фрэнк, когда говорит в диктофоне, если я не ошибаюсь. Так, зовут кента этого. Так, не, не сюда. Давайте-ка обратно. Давайте-ка обратно. Вот, наверное, сюда. Да, да, вот, пожалуйста. Уолли Фрэнкс, да. Так, ну смотрите. Это мы читать не будем, потому что то же самое всё. Ничего не поменялось. Вы как бы, если хотите, можете остановить на паузу, почитать. Я тут всё равно трусь неподалёку пока. Блин! Было такое? Не, раньше. Я не помню, что-то он меня напугал. Может и было. Но я реально не помню. Напишите, пожалуйста, это обнова или это было? Не, меня что-то пугало здесь, но я не уверен, что это оно. Так, ладно, хорошо. Смотрите. Пикабу! А, ну да, сейчас он меня, давай. А! А, э-э-э! Э-э-э! А чё? Тут меня Бэндик должен был напугать. А, это потом будет. Это потом, когда я уже соберу все предметы. О, игрушку, смотрите. Берём сразу. Берём сразу игрушку. Что тут? Вы хотите сказать, что тут ничего нет? Ничего не нарисовано? Чернильное давление. А, эту хрень чё не... Вот, летела сейчас. Что сейчас летело такое? Что тут такое вылетело за говно? Уже не вижу ничего. Уже ничего не вижу, ребят. Так. Ну-ка, стоп. Ага. Ладно. Я сюда зайду ещё, когда телек тут будет показывать. Ну, не телек, а проектор. Он же включится потом. Мы вернёмся, он включится. Я... Стоп. Я сюда зайду и... Всё будет окей. Теперь мне надо найти ещё книгу и... Чё ещё мне надо найти-то? Ну-ка, откройся. Вот это открывается по-любому. Так, суп. Банку супа давай берём. Так. 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 Ничего. Ничего. Не вижу. Эээ... Книгу, короче, надо найти. И кажется, гаечный ключ. Так. Ну-ка, секунду. Я вернулся в самое начало. Вот, пожалуйста. Смотрите. Выход. О, боже. Ха. Вы знаете, что это, как мне кажется? Эээ... Смотрите. Помните концовку игры, собственно, пятой главы? Игра закончилась, и потом он снова оказался здесь. Поговорил с Джоу и Дрю и снова оказался здесь. Я подозреваю, что это отчёт. Одна палочка, это одно прохождение игры. Боже, бедный Генри, боже. Боже, сколько ему пришлось тут шариться. Вы вообще представляете? Мне жаль, приятель. А это, наверное... А это... Подождите. Это, наверное, Джоу и Дрю написал, да? Я так подозреваю. Смотрите, мне жаль, приятель. Либо это Генри... Либо это касается Бориса, либо это касается меня. То есть, Бадди это Борис. Turn back, разворачивайся. О, боже мой, так... Ха-ха. Вот кошмар, а какой. Вы представляете себе? То же самое. Тоже эти сраные засечки. Блин, это же ужас. Пожизненное наказание такое. Кстати, вот, смотрите. Наверху ничего там нет? Нет, наверху ничего нет. А я, кстати, да. Я что сюда вернулся-то? Я продолжаю искать книгу. И помимо книги, я продолжаю ещё искать гаечный ключ. Книгу нашёл. Книгу нашёл. Иллюзия жизни. Вот она, в общем-то, где находится. И осталось, ребята, найти только гаечный ключ. Так, ребят, смотрите, какое дело. Я что-то долго-долго не мог найти гаечный ключ. И аж полез в интернет. Полез в интернет понять, где он. Вот он. Вот он, блин. И да, вроде бы я его уже тут находил, но я совсем забыл. И вы знаете, я случайно прочитал про другой секрет. Я не знаю, это секрет ранних версий игр. Сработает ли он сейчас или нет. Но мы посмотрим. Значит, смотрите, какое дело. Теперь мне просто надо как-то заставить чернила течь. Где-то здесь должен быть выключатель, а потом я смогу врубить основное питание. Восстановить подачу чернил. Смотрите. Мне сейчас нужно нажать, в общем-то... Я думаю, все прекрасно помнят, что мне нужно делать. Мне нужно пойти сейчас в комнату, где проектор, где кинозал, и там нажать на рычаг. Проблема одна. Я забыл, как к нему добраться. По-моему, вот сюда, да? Да, вот сюда, вот от этой вот, да. От этой штуки сюда и потом вот сюда. И сейчас вот, кстати, будет оправдание вот этой надписи. Пикабу! Пикабу! Вот видите, пикабу, пожалуйста. Пикабу меня пугает это. Пикабу, это лыбящаяся тварь такая. А ты посмотри. Так. Нет. Тут тоже у нас... Тут тоже у нас ничего. Так, смотрите. Ага. Тек-тек-тек. Все. Все начинает затапливать чернилами. Я на всякий случай на чернила тоже наведу, а то мало ли. Гляньте, какая штука. Либо сейчас нужно проверить тот секрет, который я вычитал в интернете, либо чуть позже. Включить чернильную машину. Вообще, это хорошая тема, наверное, заглядывать в интернет и искать какие-то секреты, потому что сам я хер найду, если что-то новенькое. Так, чернильная, чернильная машина. Вот сюда вот я правильно пошел? Или я неправильно пошел? Не, я неправильно пошел. Я нифига неправильно пошел, ребят. Вот это приведет прям к самой чернильной машине, к ее физическому воплощению. А мне вот сюда. Мне вот сюда. Но перед тем, как мне сюда, надо кое-что попробовать. Так, те, кто знают про этот секрет, сейчас все поймут. Я проверяю. Это оно, не оно? Так. Нет, нихера. Нет, это нихера не то. Значит, нужно дернуть за рычаг, а потом сюда направиться. Да, окей, ладно, я попробую. Так, 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 так. Для многих уже понятно, что я пытаюсь сделать, но я это узнал только вот сейчас. Так, все, мы дернули рычаг, а теперь бежим, ребят. Давайте бежим прямиком. Так, тут ничего не это... Не прибавилось никаких надписей, нет? Так, вот сюда вот, вот сюда вот давай. Ну? Ну давай. Ну, пожалуйста. Есть! Видали? Секретная комнатка Митли. Да. Что это, черт возьми, такое? Невероятно прекрасен. Да, вот ты красавчик, Митли. Нет, ты реально красавчик. Слушайте, такое... И даже надпись сюда добавил. Даже надпись добавил в эту секретку, про которую я вот только сейчас узнал. Короче, это, перед началом проверки второй главы я полезу в интернет, ребята, потому что вот что-то такое хочется обнаружить еще. Все, все. В общем, вы поняли, да? Суть секрета в этом и заключалась. После того, как мы дергаем рычаг, мы заходим в комнатку и видим там его. Его прекрасного, прекрасного, замечательного, очаровательного молодого человека. Куда мне сейчас надо идти? Напомните мне. Включить чернильную машину. Я это уже, в принципе, сделал. Мне теперь нужно направиться туда, где скример. Где скример? Где, блин, скример? Я с этими комнатами Митли совсем сбился с курса. Как же тут тяжело все это говно запомнить, ребята. Это же капец. Но ничего, ничего страшного. Вот, наверное, куда-то... Так. Нихрена себе там, конечно. Чернильная машинка-то там херачит. Вот сюда, по-моему, да? Да, наверное... А, во-во-во-во-во-во! О, смотрите, цель-то какая была первоначальная? Вот здесь вот врубить, да? Сейчас, смотрите. Давай-ка, внимательно, на Бенди посвети. Блин. Давай-давай-давай. Я хочу на него... Так, посмотреть в скримере. Ну! А, блин, нет, не получается. Там невозможно. Ой-ой-ой! О, смотрите, я могу бежать с этой штукой! Я никогда раньше не мог бежать с этой штукой, ребята, по-моему. Всегда приходилось останавливаться. Так-так-так, ну ладно-ладно-ладно, давайте. Давайте попробуем. Такое, знаете, что называется? Такой случай прям непревзойденный. I always fall. Я все время падаю. Вот, смотрите, а сейчас, если я попробую ходить, у меня не получится. Видите, только вот после этой кат-сцены я смог включить такой вот режим. Темно-холодно, кажется, что-то внутри стен. Да. Но худшая часть во всем этом это шумы, которые издает система, как умирающая собака на последнем издыхании. Не сомневайтесь, это место, это машина, вся эта пропитая штуковина, это неестественно. Ну, понятно, да. Я опять-таки, как я уже говорил, я в общих чертах на английском. Вот это вот штуки вот летающие постоянно мне попадаются. Я в общих чертах на английском уже переводил всю эту красоту. А вы, как бы, если хотите, можете остановить, вот, почитать. I always fall. То есть уже сколько раз он это все дело перепроходил, бедняга. И, вы знаете, многие, кстати, были разочарованы концовкой, тем, что ему приходится снова и снова все это делать, все одно и то же. А мне вот, я не знаю, мне наоборот это кажется интересным. То есть, вот, вы представьте себе, что вы зациклены в бесконечном, повторяющемся вот этом вот моменте. Вы, вот, представьте себе это состояние человека, который обречен снова и снова оказываться в этой чернильной машине. Это, знаете, это прям вот придает этой игре некой жути такой. То есть, она сама по себе, не сказать, что прям какая-то чертовски прям страшная, да, вот эта игра. То есть, тут в основном скримеры пугают, сама по себе атмосфера, она скорее интересная, чем страшная. То есть, я вот не помню, чтобы я ходил по этим коридорам и прям испытывал животный страх какой-то. Но, вот осознание того, через что приходится проходить нашему главному герою, вот как мне кажется, вот то, что он зациклен во всем этом говне, оно делает эту игру по-настоящему жуткой. И вот это запоминается, то есть, ты ставишь себя по неволе на его место и понимаешь, какой же это пипец, ребята, какой же такой бздец просто. Вот тут вот тусить всю свою жизнь, понимаете? Это же, это же жесть какая-то. И он снова и снова, и у него стирается память, как бы, получается. Он не помнит уже, что он тут был, по-видимому. Так, ну-ка, 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 стоп. Сейчас мы вот здесь вот тоже, давайте. Что-то пока нет, давно надписей не было. Давно каких-то новых интересных надписей не было. Так. 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 Нет. Нет. Тут тоже ничего. Расчистить новый путь. Джоуи солгал нам. Создатель солгал нам. Это точно пригодится. Ну, понятно. Тут, тут понятно, прекрасно. Сейчас еще на потолке посмотрю. Я несколько проноидально все это дело осматриваю. Мне все время кажется, что я вот-вот что-то пропущу. Так, собственно, и вышло. В самом-самом начале уровня я пропустил. Потом возвращался, если вы помните. Опять, видите, я поймал желтую точечку летающую. Все время они тут торчат. Летают, блин. Летают и торчат. Перед глазами торчат и перед глазами же летают. Так, все, давай. Расхерачиваем досочку, досочку, эту досочку. И эту досочку, эту. Все досочки. Все досочки херачим. Так, проходим. Стоп. Внимательно. Внимательно. А, ну да, да. Точно, это я уже читал. Так, 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 так. Вот опять. Видите, опять выхватил. Что это такое? Это души этих чернильных подлюг летают. Здесь, наверное, ничего не будет, потому что здесь уже как бы конец головы и все. Да, но я на всякий случай... Ну-ка. Say hello to Sammy. Поздоровайся, Сэм. Поздоровайся, поздоровайся. А если не становиться в этот круг и пойти прямиком сейчас перепрыгнуть? Ну-ка, я хочу попробовать. Не ста... Э, встал все-таки. Дурило. Ну ладно, ладно. Все. Первая глава, ребята, окончена. Сейчас начнется вторая. Это уже следующая будет серия. Возможно, даже в этот же день и выйдет. Что вы смотрите первую, не знаю, как успею. В любом случае, пока что на этом все. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. И встретимся мы уже во второй главе, которая называется «Старая песня». Ай, моя голова, что произошло? Что произошло? Блин, чувак, уже пора запомнить. Ничего хорошего не произошло. То же, что и происходит тут все время. Все. Вступайте еще в группу ВК, ссылка внизу в описании, да. Ему надо поторопиться, посмотрим. Сможешь выбраться, сможешь. Раньше выбирался и сейчас выберешься. Все. Всем счастливо, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok